Сейчас на эту сцену выйдет популярная певица Оля Полякова. Кстати, судя по ее последнему клипу на песню «Первое лето без него», можно отрывочек? Да. Вот. Да, судя по этому отрывку, эта песня была посвящена бюстгальтеру. Да. И... Да, а еще говорят, что ноги Оли Поляковой метр двадцать сантиметров. Серьезно? Не, ну это в обычном состоянии, а в возбужденном метр сорок. Вот так, вот так. В общем, встречайте, у нас в гостях Оля Полякова. Добрый вечер! Овации могли быть и побурнее. Человек без юбки вышел, так старалась, а? Олечка, рады видеть тебя в вечернем квартале, но прежде чем ты споешь, хотели бы попросить тебя поучаствовать в нашем следующем номере. Не против? Ой, в номера, это ко мне, да. Присаживайся. Куда садиться? Присаживайся сюда, на средний стульчик. Итак, Оля Полякова в гостях у сербского телевидения. Смотрим. Здравствуйте, 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 дорогие серебрячники. В эфире снова музыкально-децибельная программушка «Оральная звезда» и я ее ведушка Тринько Причичич. Обладушки! Сегодня у нас нестандартная приблуда в студии, то есть знатная перекиси в ласках, трехоктавная горлодралка Олька Полячкова. Обладушки! А это ничего, что я услышала только свое имя, я больше ничего не поняла. Что с ним, Оля? Доброе. Я просто зрякаю, вы уже прикрыли своим седлом стульчик. Душа в припрыжке с того, что вы приблудились до нас в студию, что затулили узкощельную промежуленную между своими фанерными ротооткрывальными ездалками. То вы даже на моих концертах не было, не мамы на никаких фанер. Нет, не понимаю. А, вы не понимаете? Нет. Понятно. Я также с мужем разговариваю. Я когда ему говорю, что шубу новую купи, он говорит, что ничего не понимаю, на каком языке ты говоришь. Штыр с ним, с мужем. Я зрякаю на вашей мозгоноске. Знову какая-то нахлобучка. Да. Да. Первая упражнка будет такая. Оля, с какого прилячка вы их на постой носите? Адже вы не плешеглова маловласка. Во-первых, никто не знает. Дело в том, что поскольку я часто ношу действительно эти нахлобучки, у меня там же волосечка протерлася. И в некоторых местах я прям как ты. Слушай, ну вообще мне тебя жалко. Зима на дворе была, такая тяжка. А ты с головкой лисенькою. Я тебе приготовила волосечку. Одевать на все голенькие места. Наступного прошалка, Оля. Чему она такая? У тебя дуже велика голова. Вумна, вумна. Да. Не так задавно в Украине прошмыгнула рандомная выбиралка до Евразыркания, где гуцулькованная западничка Руслана, грузинованный Виагрулюб Меладзе, это звезданутая псевдокраля Сердючка. Вы выбирали мощного горлого сладкого глаза, который будет выпячивать страну на Евразыркании. Мы дознали, что вы прикончили милодованную школу по классу черно-белого пальцетыка. Ваша горлодоралка три октавы, то чему вы не затесались до сей песня, братья? Чему вам не подергать фортуну за подвески? Я хотела подергать за подвески, но забыла подать заявку. Такое бывает. Но я вам скажу, дорогие мои, что в нашей стране это коснется каждого, и Евровидение как тот свет. Все там будем. Поэтому я тоже планирую. Рукошлепки. Давайте побаловолим про ваши погонялки, до ваших псней, такие как люли-люли, кап-кап, шлепки, плавки. И мне маячится, что вы отжимаете хлебло у вашего корешованного рифмоплюя, знатного каламбурщича птапа. Не? Ну, я думаю, вы мужчина, ему не жалко немножко поделиться. Доброе. До нас еще одна приблуда в студии. Зустречайте знатный сербский клипошлепок Балан Бадойевич. Здравствуйте, здравствуйте, Утринко, здравствуйте, Олька. Здравствуйте, Балан. Кидай пояснижку на стульчик. А, дамкую, да. За балаболь. Чи є в тебе мисляковые пендрички до Оли? Так, є мислятко. Я заслуханил Олькины псней, а потом они дуже схожи на наши стрепские. Вот такие как гоцы ляжкой шевели костяшкой. Дрыгуй телом, бо обведут мелом. Знать, крокуй, зябку, ковыряй козевку. И чеши икроножник, дожуй подорожник. Так, а не чешется ли вам перепеть цепсни? Потому мне лично чешется шлепануть вам клиповицу. Ведюшку. Я вообще-то замужем. Добрый. Да и клиповица, знают, на, ну такая вот, на вы, на свой мозгоноску, на кокошник, на хлопуй и на коняки, пополяки. Так это же уже было в люлях. Не. То кокошник и все. Гола. А, гола. Ну, вы знаете, немного осталось меня снимать. Это добре. Это тоже в скором будущем. Это не так, значит. Арбузяку на мозгоноску, други два арбузяки, собина арбузяки и на поляки по коняки. Полякова на коняки по поляки. Это тоже было в другом клипе. Первое лето без него. Так я пойду пропихивать других пснярок и пснярок, а вам до побочения, как я вам скажу. Счастливого пропихивания вам. До побочения. Ты смотри. Зараз в нашей программульне рекламованный перекурчик. Я роблю напоминадло, что головным папиком нашей программульны е интимованный магазин пизанцка торчалка. Ще одним станом поддержателем нашей программульны е алкоголична кишкопхалка у Милоша. Кишкопхалка у Милоша, драпики, кшерджич, кровянковый кербас, суши. Кишкопхалка у Милоша, затоптал одну, засвербел еще. Але головным штаноподдержателем нашей программульны е пешкотурна фирмована хата Гуляйножки. Получить халявну самолетну або поездатну покатушку по кращим местам Сербии. Сроковица, брджинский водограй, зверячий заначник имени Гойко Шимича. Зачисалась романтики и пошли свою мозгопилку в Сроковицу. Я прошу запросить меня на мой яблунковый огрызок 6С. Пришел СМС. 6С, СМС, стичь. То моя супружна мозгопилка Маричка. Я зыркаю, як ти пялиш беньки на її виперасту декольтешку. Зашкандыбаешь в дом, я тебе едальник расцарапаю. По-нашему. Я ще раз прошу запросить меня, маю пхатись додому, творить мировушку с Маричкой. А вы, Олька, будьте добряче за горланди. Заспивати трошки? Ваши клешні хлопи Оля Полячкова. Ваши клешні хлопи Оля Полячкова.